Московия вместо России. Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с предложением переименовать соседнее государство агрессора. Президент отметил, что географические названия утверждены и регулируются законом Украины, а также закреплены в документах ООН. Однако Зеленский обратился к украинскому премьер-министру, чтобы тот проработал инициативу, в том числе с учеными, после чего отчитается президенту и ответит автору петиции. Отреагировали и в Министерстве иностранных дел России и назвали инициативу с переименованием, цитирую, свидетельством попытки создания анти-России. Напомню, автор петиции Валерия Шахворостова предложила официально переименовать название «Россия» на «Московие», а также заменить термины «Русский» на «Московский» и «Российская Федерация» на «Московская Федерация». Автор уверена, возвращение исторического названия станет сильным информационным шагом на международном уровне и поможет развенчивать кремлевскую пропаганду относительно исторического прошлого народа России, акцентируя, что название «Россия» существует всего 301 год. Знаешь, я думаю, если бы Россия не претендовала на вот эту вот общую, как они регулярно заявляют, историю, не было бы этой петиции, не было бы этих разговоров. А так вопрос абсолютно риторический. Какое общее у украинского государства с Ямало-Ненецким автономным округом, с республикой Бурятия, с республикой Карелия? Кроме того, какое общее историческое прошлое у этих республик, которые к себе в разное время и в основном, естественно, насильственным образом, присоединило то, что еще 300 лет назад называлось Московским княжеством. Пропагандистка Маргарита Симоньян тоже отреагировала на эту инициативу Украины и украинских украинцев. Вот что она написала. Ну ок, пусть будет Московия, а бывшая Украина будет Подмосковья в таком разе. Хочется прокомментировать слова госпожи Маргариты. Нет никакой бывшей Украины. Украина есть, была и будет. И никогда не будет никакой Подмосковья, потому что Украина исторически изначально, государство появилось раньше, чем такое государство, как Россия. Да, Маргарите Симоньян стоит позавидовать количеству свободного времени у этого человека, который комментирует буквально все на свете, начиная от рецептов бобринных голов и заканчивая переименованием Российской Федерации в Московскую Федерацию. Я, знаешь, вот читал как раз в свете этой петиции статью о том, как переименовывалась, а это же, ну правда же так было, это исторический факт, непридуманный, что Российская Федерация, вернее Российская империя, да, еще тогда, получила свое название благодаря Петру Первому. Это он переименовал Московское княжество в Российскую империю, ну вообще Московское государство, да, в Российскую империю. Сложно представить, чем руководствовался Петр Первый, тут человек, который тут рубил бороды и окна в Европу, тут присваивал государство, которое к истории Киевской Руси имеет отношение, но достаточно посредственное, они так как себе представляют так называемые российские историки, потому что, напомню, да, если мы говорим о Российской Федерации, то давайте задумаемся тогда и посчитаем, сколько, какой процент тех людей, которые сейчас живут в Российской Федерации, могут считать себя предками тех, кто имел отношение к Киевской Руси. Ну сколько? Это, ну, наверное, да, люди, которые живут, могут жить там в Новгороде, в Новгородской области, на Кубане, не знаю, Брянщина, Курщина, Белгородщина, Воронежская область, а все остальное, а Сахалин, а вот эти все субъекты Федерации, у которых насчитывается несколько десятков, чуть ли не под сотню, какое они имели отношение к Киевской Руси? Просто хочется, да, вдогонку к твоим словам, посоветовать всем жителям России, которые интересуются историей, которые претендуют на Русь, претендуют и рассказывают о том, что Украина это не до государства и это предаток Российской Федерации, просто открыть учебники истории, не те, которые рекомендует господин Путин, а международные источники, не знаю, какие-нибудь общепринятые учебники истории и просто почитать. Это же то, с чем перекликается утверждение российской пропаганды о том, что тут, значит, в Украине нацисты и были всегда самое главное, и особенно любят ссылаться на период Второй мировой войны, при этом не вспоминают, сколько реальных нацистов, живет в России, участвует в ежегодном русском марше, ходят по московским улицам, зигуют, выкрикивают нацистские лозунги. Ну и если уже говорить об истории, то сколько россиян принимали участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Обсуждать историю это прерогатива все-таки больше кремлевских пропагандистов, потому что судя вообще в принципе по риторике Кремля, Россия вот в данный момент, это не о сегодня, не о завтра, не о будущем, это о времени прошедшем, потому что они на историю любят ссылаться, ну и любят, соответственно, ее перековеркивать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok